В руках у сотрудника МЧС оборудование для проверки дымовых и пожарных сигнализаций. Внутри у нее аэрозоль, которая распыляет вещество химическим составом, похожее на угарный газ. Цель – проверить датчики пожарной сигнализации. В случае обнаружения дыма должна сработать сирена оповещения. Запустить ее получается не везде. Некоторые датчики закрыты защитными пленками. В доме идет ремонт. При срабатывании сирены лифты должны опуститься на первый этаж и заблокироваться. Во время пожара ими пользоваться запрещено. В рабочем состоянии остается только один – для пожарной бригады. Это тоже особенность системы безопасности. Дом на улице Олимпийский городок – новостройка. Высота – 25 этажей. Внутри уже живут люди. Сегодня здесь проходит внеплановое пожарно-тактическое занятие. Цель – изучить планировку дома и отработать действия спасателей. К дому оперативно прибывают автососцерны со спасателями. Их задача – обследовать здание и установить причину пожара. Действуют специалисты четко и грамотно. Одна бригада зашла в дом, а другая осталась снаружи – подключать пожарные рукава. С улицы операцию координирует руководство. На окно 11 этажа заранее положили куклу, которая символизирует условного выжившего. Задача – спасти его при помощи автоматического коленчатого подъемника. И хоть операция прошла успешно, сотрудники МЧС делают неутешительный вывод. Максимальная высота, на которую он может подняться – всего 14 этажей. На автоцистернах также установлены маршевые лестницы, которые могут дотянуться чуть выше – до 16 этажа. В таких домах высотных, в общем-то, проектом предусматривается система противопожарной защиты, которая обеспечивает безопасность людей, в том числе и на всех этажах. То есть это не обязательно должна быть обвиненоспасательная техника какая-то. Но это как бы тоже, конечно, учитывается. Но в целом, как я уже сказал, проектная документация, она должна предусматривать все меры безопасности полностью на каждом этаже, без учета спецтехники даже пожарной. По словам сотрудников МЧС, учения прошли хорошо. Однако было выявлено несколько недостатков в самой конструкции дома. По результатам учения мы подведем итог и, соответственно, проинформируем и администрацию города, и компанию, которая обслуживает этот дом по всем тем недостаткам, которые, по нашему мнению, здесь есть. Это не единственный дом в Рязани высотой в 25 этажей. И отработка пожарно-тактических занятий на таких объектах идет только на пользу, при возникновении реальных критических ситуаций. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.